Всем привет, мои хорошие! У нас сегодня сера, хмура, сыра. Добралась и до нас дождливая осень. А то радовались, солнышко пригревало. И всё! Ну, на улице тепло. Я вышла в одной толстовке, ни капельки не холодно. Думала, сейчас поедем в центр, но Сушуля тут крутит забор. У него тогда саморезов не хватило. Вот докупил, и надо доделать вот этот вот небольшой пролёт. Вот его сколько брака попалось. Я не докупил, я выбираю из тех, которые не сверлили бракованные. Шайбочки, веще эти, не покрашенные. Выбираю. И почему-то некоторые вообще не вкручиваются, интересно так. Хотя острые, вроде бы ничем не отличаются, но вообще никак не поддаются сверлению. Ну, они некоторые немножко тупые. Да? С браком вот. Собирался. Другим просверлил, а потом вкручиваешь, чтобы не выбрасывать. И у него, видите, тут имеется ведёрко, куда это всё можно собрать, сбросить, чтобы не потерялось. Идёт, Сушуля, у тебя двойная работа. Сейчас поедем в центр. Надо купить нашим питомцам поесть. Всё съели, всё закончилось. Надеюсь, будут в наличии и головы, и шеи, и спинки. И потом заеду, заберу заказ. Анюта мне без конца. Мам, съезди, забери. Она там заказала своего любимого тамагочи игрушку. Десяти рублей, что ли, стоит. Заказывают они за свои деньги. Надарили им на день рождения. Так, нет-нет, бабушки, дедушки отправят. И вот они собирают в копилке. И вот иногда себя радуют покупочками. Но они вообще, хочу вам сказать, нет транжиры. Каждую копейку считают. Молодцы, мне это прям очень нравится. И сразу видно, что после дождя сентябринки наши взгрустнули. Ну и уже и отсвели. Я вчера так смеялась. Максимка назвала вот этих вот огромных комаров переростышами. Как они надоели. Ну правда, дверь открываешь, и они прям сразу просто летят в дом на тепло. И вот ходим, вылавливаем. Чуть-чуть тут, видите, осталось прям ему закрутить и поедем. Я-то думала, что он ждет меня, сидит в машине. А оказывается, решил время зря не терять. А я устроила себе выходной. Думаю, как выходные, у нас что-нибудь да случится. И хочется просто отдохнуть, расслабиться. Сейчас пораньше, как приедем, растоплю баньку, погреться, порелаксировать в баньке в такую дождливую погоду. И вот, я говорю, вспахать тоже хотели огород. До этого земля была сухая, а сейчас в самый раз. Ну, пока не получается. Может быть, потом. И тоже писали, я насрежь розы, все равно они замерзнут. А смысл срезать? Они уже все, видите, после дождя вообще повисли. И поэтому пусть, пусть уже на улице цветут и все. А эти так вообще, видите, уже осыпались. Такие прям большие. О, прикоснулась и все, от розы ничего не осталось. Вот эти самые-самые розы ароматные. Я порой даже возьму одну такую маленькую срежу, поставлю в стопочку. И просто аромат стоит на всю кухню. Даже вот не верится, да, что такая розочка так может пахнуть. Сашуля уже пошел переодеться. А я думаю, пока жду его. Еще вам покажу вот помпончатые георгинки. Кстати, очень часто за них спрашивают, что это за цветы. Привыкли, что георгины большие, да. А это такие необычные, но невероятно, как по мне, красивые. Прям их очень много на одном кусту. Надо уже будет скоро, не скоро, а прям на днях выкапывать. А маленькие, они по размеру еще меньше. Но их тоже прям очень много. И как же мне нравится, как смотрится кора после дождя. И вот на следующий год уже буду думать, как цветы сажать, чтобы не закрыть всю эту красоту. И у нас вроде как солнышко проглядывает. Выйдет, может быть, сейчас. И думала я обрезать вот красные розы. Но смотрю, они тоже сгрустнули после дождя. Поэтому, ну нет, нет смысла. Они дома быстренько завянут. Мне кажется, даже быстрее, чем на улице. Ну и как бы пока у нас нет мороза. И вот сейчас стояли, думали, где Эльфуши сделать дом. Мы ведь планировали дверцу прорубить, где у нас пристройки, чтобы она могла спокойно туда заходить, выходить. Ну а сейчас склоняемся к тому, чтобы все-таки сделать будку и поставить, где крыльцо. Мы ведь планируем здесь расширить нашу веранду. И поэтому не торопимся с крыльцом. Тоже неоднократно пишите. Яна, сделайте крыльцо. Ужас, все красиво. Но крыльцо ваше портит весь вид. Я бы и сама хотела, чтобы было красивое крыльцо. Но смысл тратиться делать, если, да, у нас другие планы. И что, потом ломать. Поэтому крыльцо подождет. И, как вы все знаете, как я люблю говорить, всему свое время. Посмотрите, посмотрите на эту защитницу. Ходит, тут все кружит, смотрит во все стороны. Глядит, чтобы никто не пробрался. Защищает нас. Вот, стояли мы здесь, думали. Еще раз повторюсь, для новых подписчиков. Может быть, кто-то заглянул эту дверь. Окно мы будем закрывать. Останется лишь только вот эти вот две двери. И мы думали прорубить дверцу для альфуши. Вот здесь вот. Либо тут в углу. Но мне кажется, ей этот домик вообще не понравится. Поэтому лучше сделать хорошую будку. Купить доски. Самому смастерить. И поставить, например, вот сюда. Вот в угол. Либо, либо, где крыльцо. Она там всегда находится. И она любит находиться поближе к нам. Я ей вчера постелила теплое такое покрывало. Прохладно. Тот плед она весь в клочья разорвала. И теперь она лежит здесь. Никуда оттуда не отходит. Поэтому самое лучшее для нее место. Тем более, эту дверь мы тоже будем закрывать. Вот, видите, она села и сидит. Слышит наши голоса из кухни. Да, альфушка? Вот даже холодно уже вечером. Все равно ведь прохладно. И она даже в свою будку не ногой. Всегда. Всегда вот здесь вот на покрывале лежит. Такая красотка. Ты прям подходишь, начинаешь снимать. И она позирует. Да? Знает, что ее там все любят. Хвалят. Да, всем большое спасибо. Ладно. Пойду торопить. Я не знаю, когда они вообще там выйдут. Дети дома. Сейчас приеду, тоже будем делать уроки. А потом уже заниматься своими делами. Так что всем хорошего дня. Отличного настроения. Не переключайтесь. Оставайтесь вместе с нами. И пишите, как у вас погода. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Заехали в Пятерочку. Как давно мы тут не были. Здесь произошли такие изменения. Посмотрите, какая нас ждет красота. И все расставили. Сейчас непонятно, что где находится. Ну и мы, как всегда, разделились. Шуля в одну сторону, я в другую. Вкусы наши не совпадают. И Анюта у нас уже очень давно просит купить ей тортик. Беленький такой пломбир. Очень вкусный. Этой фирмы. Ну вот, не встречается нигде. Не знаю почему. И наш еще любимый. Это карамельный на сгущенке. Тирамису, кстати, ни разу не покупали. Вот кто пробовал, напишите. Вкусный? Нет? Сейчас, как приедем домой, обязательно вам покажу, что там купили интересного. Хотя, в принципе, ничего такого. Тут какой-то мужчина ходит. Все смотрит на меня. Тирамису, да? Субтитры создавал DimaTorzok Мы уже приехали домой. Максимка тут прибежал на проверку, что мы купили вкусного и интересного. И, кстати, немножко тоже по пути поснимала, какие у нас лужи стоят в поселке. Вроде бы дождь моросил такой небольшой, не сильный, а лужи огромные в центре, так вообще море-морюшко. Так, ладно, из покупок хлеб нарезной, батон точнее, потом пышки дети очень любят. Я много не набирала, 4 штучки хватит. Потом очень вкусное, такое вот мы любим, кременкульское печенье сливочное. Палочки сладкие, дети тоже любят похрумать, когда смотрят телевизор, а бекон с яйцами пожарить утром на завтрак тоже вкусно. У нас еще одна пачка есть, поэтому я взяла одну плетенка с маком. Это я очень люблю. Много масла. Масло у нас уходит со скоростью света. Каждый день бутербродики, поэтому покупаю, если сразу, 3-4 пачки. Не изменяем своему вкусу. Станция молочная. Самая лучшая, 82,5%. Но оно прям похоже на масло, мне кажется, домашнее. Потом помидорка. Раньше покупала я всегда большие банки, но сейчас беру маленькие. Закончилось, пошел, купил. Удобно. Так стоит, тоже портится. Не всегда ведь все мы готовим с томатом. Максимки крабовые палочки он просил. 2 килограмма сахара. Себе я взяла ряженку. Йогурты детей любимые. Клубничный и яблоко-груша вкусные. Потом, конечно же, их любимая колбаска докторская. Если увидите такую вот белорусскую традицию, берите. Вообще, очень вкусная, хорошая колбаска. Потом майонез, капучино наша любимая. И молоко тоже любимое. Вот такое топленая станция молочная. Ну и, собственно, все. Больше мы ничего не покупали. Так походили, посмотрели. А вроде бы и есть. Вот основное это надо было масло, йогурты детям, молоко, колбаска. Ну и там, ладно, вкусняшки, печенюшки, конфеты тоже не стала набирать. У нас вот казахстанские конфетки. Тут их еще, о, сколько много надо доедать. Вот уже половинку съели с одной упаковки, с другой. И когда я ездила в Москву, тоже ведь покупала и забыла за них. Представляете? Я вчера тут прибиралась в шкафчике, увидела и смотрю, еще тут осталось. Тоже приличненько. Ну и сейчас все уберу в холодильник и потом уже покажу заказ с нашего всеми любимого маркетплейса ВБ. Наконец-то я дождалась и вот получила салфетницу. Еще раз хочу сказать большое спасибо, кто поделился артикулом, ссылочкой. Очень приятно, когда вот вы правда делитесь, отправляете свои находки. И можно посмотреть и себе что-нибудь приглядеть. Пока там дети у Максимки в спальне, думаю, быстренько сделаю распаковку у Анюты в комнате. И пойдем, надо распасывать спинки. Купили мы для Альфуши, для Пушистиков. Надо разделить сейчас по пакетам. И очень я довольна покупками. Покупки все нужные, ничего лишнего. Вы знаете, у нас до этого сломалась душевая кабина. Все там ржавое, страшное и пора уже давно заменить. Но наши руки только сейчас до этого всего дошли. И заодно решили сразу поменять мы кран на раковине. Он тоже нам служит верой и правдой. Четыре года без выходного-проходного. Поэтому пора его обновить. И вот увидела такой кран. Мне прям он очень понравился. Так, сейчас. Камера не фокусировалась, перезагрузила. И вот сейчас все работает. В общем, давно у меня лежал в корзине этот кран. Но на него тоже была такая цена. И я все ждала, когда будет скидка. И просто по такой цене в нашем магазине этот кран не купить. За 1200. Смотрите, какой красивенький, аккуратный, небольшой. Так что жду, не дождусь, когда у Сушули появится время его установить. Ну правда уже тот кран такой страшный. Весь и ржавый, и облез. Ну все, его уже выбросить. Ну либо оставить на запчасти. Может быть что-нибудь от него пригодится. Еще и в комплекте шли шланги. Но они короткие, не подойдут. И все так было хорошо тоже упаковано, приятно. Полка для душевой кабины. Ручки мы заменили, лейку заменили. Вот еще осталась из главного эта полка. Она так вообще сгнила и держится там, наверное, на добром условии. Все в комплекте имеется. Может быть чего-то и не хватает. Какого-нибудь болтика, гайки я не знаю. Хотя, наверное, вряд ли все вроде как есть. Но я думаю, что будет не проблема найти. Полка самая обычная. Я долго искала. Никакой другой не нашла. Если они и были, то там какие-то отзывы не очень хорошие. В общем, качество товара не очень было. Поэтому я решила взять. Думаю, пусть она уже будет подороже. Но хорошая. Вот обычное стекло. И, кстати, даже удивились сотрудники, что с первого раза. И как это так, пришла небитая. Обычно это прям вообще редкость. И упаковки, можно сказать, никакой нет. Лишь только вот эта вот коробка картонная. Ну, надпись есть. Осторожно, хрупкая такая полка. И она будет побольше, чем наша. А то у нас прям коротенькая такая. И ничего не поставить. И вот так вот все это будет держать. Бортик небольшой. Потом долгожданная покупочка. Вот она, салфетница. Посмотрите, как красиво переливается. Я уже установила салфетки, которые отдельно купила. Они такие немаленькие, плотные, нормальные. Такие вот тут салфетки отдельно красивенькие. Но салфетница прям идеально впишется, мне кажется, в интерьер нашей кухни. Ну, прям она так переливается, блестит, перламут. Тут серенькая, есть в золоте. Но золота нам не надо. Когда будет еще новый кухонный стол, красиво все оформить, поставить. Ну, прям вау-вау. Что еще? Слитки. Две пары серых, черных. Потом что еще? А, и вот оно что еще? Еще, это последняя покупка. Вот такой вот плед. Он невероятно мягкий, очень красивый. Расцветки были разные. Ну, я решила взять светлый. Вот сейчас прохладненько. Будет очень комфортно укрыться. Посмотреть под ним телевизор, чтобы он всегда лежал. Украшал наш диван. И тем более Максимка любит всегда укрываться, когда вот смотрит мультфильмы. И прям взяла я его, хочу вам сказать, тоже по смешной цене. Дождалась я скидку. Он у меня очень долгое время лежал в корзине. Стоил что-то 1200-1300. Но везде цена разная. Ну, а я в итоге купила его за 800 рублей. Но он, правда, мягкий, не колючий, никакая не синтетика. Ну, плед бомбезный. Просто нет слов. Я думаю, что впишется в интерьер тоже нашего зала. Просто идеально. Ну и все, больше ничего. Так что идем фасовать спинки. И не знаю, уже и не хочется баньку топить. Может, просто посмотрим телевизор. Не знаю. Я тут решила заранее заварить чай. Но пока он будет настаиваться, я за это время как раз-таки разделю спинки по пакетикам. Ну, кстати, этот чай главное не передержать. Иначе он будет потом горчить. Это очень вкусный. И, кстати, я вчера поделилась фото в телеграм-канале, что осталось я без ноготочка, обломила по самое мясо. Да. Ну, да ладно. И, кстати, ногти мои. Я никогда не наращиваю. Вот. Так что записалась. Пойду на днях наводить красоту. И вот еще один обломала. Ну, не так. Не так плачевно, как вот на другой руке. Тут, видите, коротенький. Оставлю себе прям короткий, короткий, мягкий квадрат. Хочу отдохнуть я длины. И мне вообще удобно с ногтями. Я их не замечаю. Ну, вот захотелось отдохнуть. И, наверное, это был знак. Если бы не обломала, еще бы, наверное, ходила и ходила. И наоборот, думаю, сейчас впереди зима. Таких огородных дел нет. Можно и подлиннее отрастить. Ну, и в итоге, видите, я сломала. Надо быть аккуратным. Так что будьте бдительны. Это больно, неприятно. Вот вчера я даже посуду помыть не могла. В перчатках все делала. А сегодня уже все как. Покрылась немножко коркой. И даже ничего не болит. Как будто так и было, и должно быть. Учера спинок взял не так много. Я, если хожу, обычно я покупаю сразу 2-3 пакета, чтобы надолго. А он вот так вот по чуть-чуть. Ну, ладно. Будет ездить в один пакетик 4 спинки. И, кстати, вот поставила я салфетницу, чтобы вам показать, как она смотрится у нас на кухне. Пусть пока стоит здесь, а так потом еще переставлю я на стол. Ну и тут салфетки мне тоже нужны. Поэтому будут всегда под рукой. Я туда пошел, смотрит телевизор. У нас снова дождь моросит. Дети сделали уже уроки. Молодцы. И завтра снова сокращенный день. Не успеют уйти, как уже и вернуться домой ненадолго. Ну, ладно. Все. Последний пакетик. 4 пакетика в итоге получилось. Ну, это мы еще покормили уже всех. Время половины одиннадцатого. Сашуля уже давным-давно спит. Разболелась у него голова. Говорит, пойду отдыхать. Надо выспаться. Завтра на работу. И выходные вообще, конечно, пролетели. В субботу мы не заметили, что она была. Провозились с септиком. Ну, хорошо, что все сделали. И, кстати, читала. Очень много полезных комментариев, советов. Большое, конечно, вам спасибо. И вот сейчас, когда все помыла. Залила туда два чайника кипятка. Все промыла. Ну, у нас он не забился, а была как воздушная, что ли, пробка. Ведь у нас изначально стояла раковина здесь в углу. Потом мы переместили ее сюда. И, видимо, может быть, угол, да, не такой, как надо. И у нас постоянно там собирался воздух. Мы продували. И вот в этот раз окончательно вода не стала уходить. И вот приняли решение разобрать, сделать. И да, обращайте на это внимание. Если вы купили дом, делайте люк, разбирайте полы, смотрите, как вообще все расположено. Чтобы знать, это нам просто повезло, что вот Сашуля запомнил, когда мы переставляли раковину, смотрел под пол. И увидел, как там все расположено. А если бы не знал, где что вырывать, смотреть, пришлось бы все разбирать. В общем, делов было бы. А так более-менее все аккуратненько сделали. И сейчас вода прямо уходит очень хорошо, быстро. И теперь у нас септик один с ванной и с кухней. Так раньше у нас было два септика. Все по раздельности. Дети там включили себе свет. Кстати, подсветка очень удобна. Вот вечером уже под вечер глаза устают от яркого света. И вот хочется именно какого-то спокойствия. И подсветка спасает. Я развесила тоже стирку, сушилку поставила здесь. И мне не сиделось на месте. Решила я снова сделать перестановку. Вернула все как было. И Сашуля меня переубедил, что цветку здесь не место. Говорит, Янусь, поставь обратно. Так вот уютно, когда цветы именно стояли с двух сторон тумбы. Ему тоже так нравилось больше. И вот я решила к нему прислушаться. И все поставила. Все поставила, вернула на место. И тут вон Анютик. Счастливая, да, дочь? Что для счастья надо? Это телефон и интернет. Играют игры. Ну, у них стоит родительский контроль. И без моего разрешения никуда ничего не сделают. Прям очень это удобно и спасает. И вот можно поставить, чтобы через полчаса сам телефон отключился. И они не смогут взять. Ну, в общем, ставишь час время на день. И когда они час в телефоне, да, поиграют. Ну, не важно, что они там будут делать. Когда время кончается, он отключается. И лишь только можно будет уже включить на следующий день. Я говорю, это прям здорово. Так они меры не знают. Глаза выпучат, играют и играют. Ну, ладно, уроки сделаны, почитали, молодцы. Поэтому пусть и в телефоне посидят немножко. Мы и так их не так часто им балуем. Развесила вот стирку на сушилке. Просохнет за ночь. Завтра соберу. И тут она стоит, никому не мешает. И стоял бы здесь пылесос, как я его вчера поставила. Уже бы так сушилка тут не стала. Поэтому хорошо, что все вернула я обратно. И теперь у нас, видите, тут появился такой тоже уютный уголочек, камин. Мне тоже кто-то советовал это сделать в комментариях. И вот поставила так кресло, тот самый плед, который я сегодня купила. И я хочу приобрести еще точно такой же, чтобы укрыться. А так сейчас небрежно я его расстелила, расправила на кресло. Мы его сами с вами, помните, реставрировали. И тут обивка идет серая. Ну, как бы она ни к чему. А так вот сейчас все в одном цвете. И я так смеялась, кто-то написал, у вас 50 оттенков серого. Ну, кому-то подавай зеленое, оранжевое, желтенькое, я не знаю, черное. Кто, кто, что любит. Людей много, вкусов много. Я говорю, меня все вполне устраивает. Еще тут потом какие-то будут аксессуары. Рамку заказала очень красивую. Вот фото детей распечатаю, подсвечники, светильник. И все, больше ничего не надо. И также я еще хочу, знаете, что, подушечки приобрести. Такого прям светло-нежного розового цвета. И, наверное, скорее всего, я, когда будет по акции точно такое же покрывало, хочу приобрести тоже такой нежно-розовый, пудровый, как там говорится. Может быть, в цвете купить и вот расстелить сюда на диван, подушечки. Тут, может быть, гортензия розоватая, чтобы все так было нежненько. И меня все устраивает. В общем, я очень довольна, что вот еще такой уютный появился уголок. И там Максимка играет. Телефон на зарядке не буду показывать. Он без пижамы играет в черепашки Гиндзя. У него тоже родительский контроль. Прибежит мам. Разреши мне это. Если я не вижу, мам, сделай мне то. Ну и пока с вами говорила, у них осталось уже 5 минут. Поэтому сейчас все. Буду забирать телефоны и пойдем ложиться спать. Так что я очень рада. Такой вот еще уголочек, мне кажется, кресло. Прям, да, стало хорошо. Камин. И все сейчас на своем месте стоит. И цветочек вот вернули. Прям многие тоже писали. Яна, верни. Я просто до этого думала, что он закрывает сильно шторы и тумбы. А вот сейчас поставила. И с ним прям самое-самое то. Ну, такие мы с вами неусидчивые. Что-то меняем. Делаем постоянно перестановку. Ну, чтобы нравилось, надо экспериментировать. Не бояться перемен. Ладно, все, мои хорошие. Всем пока. Такое сегодня коротенькое видео. В выходной хотелось просто, правда, отдохнуть. Ничего не делать. Вот бывает такое эмоциональное что-либо горание. Вот, наверное, у меня оно было сегодня. Что не хотелось. Вот вообще ни дома, ни на улице ничего делать. Ну, а завтра уже с новыми силами. Да, приступим к уборке огорода, двора. В общем, дел очень много. Ладно, спасибо большое за поддержку, за добрые слова. Завтра увидимся. Пока-пока. До встречи.